итак доброе утро дорогие друзья доброе утро значит мы начинаем урок торы и внизу вот вы видите ссылку на канал в телеграме я прям сейчас там начну трансляцию вам объясню почему удобнее смотреть в телеграме потому что сразу же после трансляции когда она заканчивается там появляется аудио там появляется аудио и там появляется видео запись который можно который можно тут же смотреть и это очень удобно смотреть делиться аудио то есть это прекрасная возможность значит прекрасная возможность сразу же моментально сразу же моментально кому-то послать урок который вам понравился и аудио его послушать да значит смотрим устройство вывода записи по умолчанию начать записи нажимаю начать запись и значит название глава глава но и сегодня но пятый день сегодня пятый день недели и значит мы как раз начинаем трансляцию в телеграме поделиться все и у нас будет две трансляции в фейсбуке и в телеграме очень отлично удобненько значит кто хочет смотрит телеграме кто хочет смотрит в фейсбуке все значит да мир добрый день шалом все итак сегодня пятый день значит мы пришли к тому что новых его сыновья вышли из ковчега и вышли они очень испуганные представляете вышли они очень испуганные то есть представьте ситуацию жили жили вообще было мир был один был мир один люди жили тысячу лет просто было процветание благоденствие такое что просто ну невозможно даже передать насколько было хорошо было так хорошо спокойно все предсказуемо такой прям был коммунизм до коммунизм на земле да люди были не очень конечно были люди они на парады гордостью все время выходили с животными совокуплялись там но жили тысячи лет при этом полно что каждый получает удовольствие как хочет думали они друг про друга и значит спасибо да мир благословляющий будет благословлен и да они друг у друга подворовывали при этом но это было больше виде развлечения потому что как бы знаете как просто было развлечение а чем еще заниматься тысячи лет ну вот конкретно чем заниматься тысячи лет если у тебя все хорошо вот они занимались развратом всем но этим всем не занимался но он стабильно такой был праведник его называют устная традиция его называют праведник в шубе почему вы называют устная традиция праведник в шубе для того чтобы его отделить чуть-чуть от авраама авраама называет традиция не праведник в шубе она его называет праведника который разжигал костер в чем разница вот смотрите вот например там кому-то хорошо сейчас да вот ему хорошо он праведный он ему хорошо он со всевышним он спокойненько утром встал помолился получил тору там сделал какую-то работу поработал покушал и сидит себе такой кайфует кайфует это называется праведник в шубе если к нему кто-то пришел и говорит сушать да мне покушать на покушать дал ему покушать кто-то к нему пришел говорит слушай научи меня молиться он научил его молиться значит но сам он если его попросить он естественно он же праведник он не может отказать но если сам он лично он никуда не не идет авраам он находил с места на место он построил шатер четырьмя входами заходят к нему люди он говорит того гости дорогие кушайте кушайте они такие удивительно значит он бог всем помогает бог всех благословляет давайте говорит кушайте пожалуйста кушать потом говорят ему а сколько денег он говорит вообще нисколько все бесплатно нужно только сказать благословение после еды поблагодарить бога который все дает он мне дает и вам дает и всем дает только надо благословить бога они говорят, не, мы идолопоклонники. Он говорит, тогда, значит, каждая порция 10 тысяч долларов. Они говорят, если мы не заплатим. Он говорит, а тогда это уже грабеж в крупных размерах. Тогда, говорит, вам придется иметь дело с охраной, со мной. Значит, все, нет вариантов. И он такой, Авраам, от него же пошли, он обучал Торе Ишмаэля. Ишмаэль это был его сын, от которого пошло мусульманство, и от которого потом пошли арабы. И они такие, в Торе назван Ишмаэль Пера Адам, Дети Человек. И пошли от него евреи, которые Ицхак. А евреи, они, евреи Исраэль, прямо к Богу. И про Исраэль переводится, который боролся с Богом и с людьми и победил. Это Яков получил имя Исраэль после того, как он боролся с ангелом Исава и победил. То есть это такой, именно борец, борец такой. А Ишмаэль, Дети Человек. Но они оба, это Единобожие, оба они сыновья Авраама. Так в Аврааме, значит, сочетались эти два качества. Беспредельная, бесконечная доброта, бесконечная, беспредельная предприимчивость, умение, творчество, да, творчественный подход. И в то же время, то, что, чем отличается на сегодня ислам, джихад, такая прямо очень активная, такая жизненная позиция по отношению к идолопоклонникам и к злодеям, которых, которых надо тоже как-то воспитывать. Это все было в Аврааме. Теперь, значит, вернемся к недельной главе. Ноах и сыновья выходят из ковчега. Земля пустая, земля пустая. До этого был рай на земле, а здесь все покрыто такой коркой грязи засохшей, и нет никакой растительности, они просто в ужасе. И они, значит, стоят такие, представьте себе, эта ситуация, такой вот ковчег на горе, и вокруг вот этот вот после, как грязь такая, засохшая грязь. И вот тут как раз Бог ему говорит и сказал всесильный Ноаху и его сыновьям, я, говорит, устанавливаю союз с вами. Бог им говорит, как они получили, как пророчество, я устанавливаю союз с вами и с вашим потомством, которое придет после вас. То есть Бог их успокоил, он говорит, не бойтесь, будет у вас еще потомство, все будет хорошо. И со всем живым, которое на земле, которое было с вами в ковчеге, со всеми животными, с дитями, с домашними, со всеми, я устанавливаю тоже союз, значит, что не будет больше уничтожена вся плоть на земле от потопа. То есть потопа больше не будет, сказал Бог. Значит, потоп больше не уничтожит землю. И сказал всесильный, что я вам даю также знак союза. Вот здесь как раз комментаторы объясняют очень важную вещь для нас, что слово союз, брит, брит, это как клятва. То есть союз, это клятва. Вот когда Бог устанавливал с тем-то союз, это он поклялся, и после того, как он поклялся, есть знак союза. То есть это такая, как сказать, ну вот такая технология, такой алгоритм. Есть брит, союз, установили союз. Дальше идет клятва, что этот союз не разрушится. То есть Бог, если уже установил, это он установил. И идет, и идет после этого знак союза. Поэтому вот эти все разговоры, что есть брит, я не знаю, как на иврите называют, христиане, значит, Ветхий Завет называют на русском, что типа Завет это брит, это союз так переводят. Так, как будто бы Бог установил союз, и он вдруг обвечал. Такого не бывает. Бог установил союз, вот он с Нохом установил союз, и этот союз не обвечал, никак он не обвечал. Появились, дальше появился еще один союз с еврейским народом, но он не отменил союз с Нохом. Союз, который был установлен Богом, он не может обвечать. Он не может, это Бог, это Творец Мироздания, как он может установить союз, который обвечал. Это даже как-то вообще такой нонсенс, что такой союз бывает. Значит, установил он союз с Нохом и его сыновьями, что больше не будет потопа, и дал знак союза. Какой он дал знак союза? Давайте проверим. Значит, вот будет, и сказал всесильный, это будет знаком союза, который я даю между мной и между вами, и между всем, всей живой душой, которая с вами, то есть все животные и так далее, на все поколения. Что это за союз? Эт Каштина Тати Беанан. Радугу дал я в облаке, и она будет знаком союза между мной и между землей. И будет она в облаках, значит, над землей, и будет виден, видно будет облако, будет видна радуга в облаках. Вот это, знаете, радуга, семь цветов радуга. Это, кстати, интересно, зачем взяли радуга? Гомосексуалисты взяли знак радуга себе. Интересно. Это, Бог же разрушил мир за разврат, потом, когда, когда он установил союз, он сказал, что больше мира разрушать не буду. И прямо он сказал, знаете как? Он сказал так, в Эзахарте это бреди и будет, когда будет облачно на земле, и будет видна радуга в облаках. И вспомню я союз свой, который между мной и вами, и между всей душой живой, которая есть между каждой плотью, и не будет больше вот потопа для того, чтобы уничтожить всю плоть. Ваэта Акэшит Бэанан Враэтия и будет радуга в облаках, и будет она видна в память о союзе между всесильным и между всей живой душой, которая на земле. И сказал всесильный Ноаху, это знак союза, который я установил между мной, между каждой живой плотью на земле. Очевидно, они взяли этот знак, чтобы напоминать Богу, что слушай, хотя мы идем против тебя, хотя мы идем против твоих законов, и хотя мы делаем то, за что мир был уничтожен, но вот радуга, ты же сказал, вот написано здесь, что это знак союза, вспомни свой союз, ты обещал не уничтожать. Так они поступают, очень хитро они поступили, эти ЛГБД. То есть, поэтому они сейчас так мир активно и захватывают, они очень хитрые. Да, даже они взяли этот знак союза между Богом и мирозданием, и взяли они себе его на этот самый, на, как символ. Интересно. Теперь объясняют комментаторы, давайте глубже поймем, почему именно радуга. Что здесь в этой радуге такого, что Бог выбрал радугу знаком союза, чтобы успокоить Ноаха и его сыновей и человечества на все поколения, что больше не будет потопа. Объясняют Малбим нам очень интересную вещь. Он говорит, раньше до потопа были облака, были такие, как свинцовые облака, такие, да, свинцовые имеется в виду, они были очень плотные и они были очень насыщенные дождем. И раз в 40 лет, тогда все процессы были более длинные, поэтому люди жили тысячи лет, были процессы более медленные, была материальность более тяжелая и 40 лет собирались, собирались вот эти вот пары, которые испарялись из земли и раз в 40 лет шел большой-большой дождь, который напитывал землю и дальше уже там были какие-то озера, ретти, какие-то роднити и 40 лет они орошали землю. Раз в 40 лет был вот такой большой дождь, но он именно был, он был без радуги, он был без, естественно, почему? Потому что когда возникает радуга, когда есть легкие облака, из которых идет легкая такая водичка, идет мелкими капельками, и при этом же есть солнце, то есть половина облаков, половина солнца, легкая такая вот пыльца водяная, и сквозь нее идет свет, то есть радуга нам символизирует другое взаимоотношение материи и духовности, то есть свет и материя, они соединяются в нашем мире в более легкой такой соединении, связке, и радуга, она показывает, что материальное и духовное соединено в таком формате, что духовное, которое символизирует солнечный свет, оно сильнее, чем материальное, то есть если бы было материальное сильнее, и облака стали бы более плотные, такие, знаете, грозовые облака, без солнца, там нету, там нету радуги, и в жизни человека происходит то же самое, то есть есть материальность, которая, которая в принципе-то по большому счету, материальность человека, она не такая уже материальная, то есть если мы возьмем человека, это просто вертикально ходящая лужа, 70-80 килограмм, из них 70-80 процентов воды, 30 процентов таблица Менделеева, земля такая, если выпарить всю воду из человека, остается горско пепла, афар, что такое человек, прах и пепел, когда Авраам Авина разговаривал с Богом, он Богу говорит, мы они, он говорит, кто я, афар в эфар, я говорит, прах и пепел, я чуть-чуть земли, чуть-чуть пепла, все, кто я, нет меня, говорит, но я вот хотел бы тебя попросить, спросить, поговорить с тобой, главная суть человека, это божественная душа, информационная составляющая, не материальность, но что делают люди, люди себя привязывают к материальности, а все их заботы, все их проблемы, все их сложности, они вокруг накопления, как бы привязать себя к материальности, И вот человек, он накапливает материальность, он хочет больше-больше вот этого материальности, и поэтому все проблемы возникают. Откуда же все проблемы у людей? Но если бы люди были духовные, легкие, такие веселые, они говорят, а что, сколько мне надо? Вот сколько надо человеку реально? Килограмм еды в день, килограмм воды в день, два килограмма питательных веществ, солнышко, значит, любоваться. Я помню, я был с Раф Бенсон Зильбером 20 лет назад, мы были в Америке, когда только появилась организация Талдоти Шурун, и я, значит, вместе с Раф Бенсоном, с организаторами, я был один из вначале таких активистов, организаторов Талдоти Шурун. И мы с Раф Бенсоном приехали в Нью-Йорк для того, чтобы встречаться с американскими, очень богатыми религиозными евреями, для того, чтобы они финансировали организацию для русскоязычных, для русскоязычного мира, чтобы знали о Торе. И вот мы стояли на улице, по-моему, 34-я улица в Манхэттене, не помню, 30-я какая-то улица, где были магазины бриллиантовые, где продавали бриллианты, украшения, вот такая вот торговля бриллиантами, драгоценностями. Там очень много религиозных магазинов таких. И, значит, мы стоим, значит, в витрина, что-то мы ждали, кого-то мы ждали, и я говорю, какие бриллианты красивые, да, вот какая красота, говорю, вот, значит, а денег-то нету их купить. Ну, а он говорит, а зачем их покупать? Он говорит, посмотреть на них мы и так можем, они очень красивые. А покупать, он говорит, это отойти с ними проблемы, их хранить надо потом все. И рассказал историю, что один раввин пришел к очень богатому человеку лет сто назад, пришел к нему домой, и у того был дом-музей просто, музей картины, там, все-все-все. И, значит, они сидят, раввин этот рассматривает эти все вещи, говорит, как красиво у вас, говорит, вообще. Но, говорит, вы знаете, у меня есть перед вами преимущество. Тот говорит, какое? Он говорит, смотрите, с одной стороны, это все имущество, оно вам принадлежит, а мне не принадлежит. Тот говорит, да, оно мое, как бы. Он говорит, а что значит оно мое? Оно значит, оно ваше. Это значит, что вы, если вдруг вам понадобится, вы можете его продать. Тот говорит, ну, в принципе, да, это оно мое. Значит, я, если мне понадобится, могу его продать. Равин его спрашивает, но в какой момент вы его продадите? Он говорит, когда у меня все будет плохо. Он говорит, ну, дай бог, чтобы у вас не было плохо. То есть, у вас есть потенциальная возможность его продать, которой вы, скорее всего, не воспользуетесь никогда. Но вместе с потенциальной возможностью его продать, у вас есть огромная ответственность. И вам все время страшно, что это украдут. Вы должны за этим ухаживать. Вы должны постоянно заботиться обо всем, об этом. Но это как бы идет параллельно тому, что это принадлежит вам. Да, умножаешь имущество, умножаешь заботу об этом имуществе. Говорит, ну, любоваться этим мы можем одинаково. И я, и вы, мы в этом одинаковые. То есть, я могу любоваться, и вы можете любоваться. Вам приятно смотреть, и мне приятно смотреть. В чем разница? Вы можете продать, но у вас есть забота. Я не могу это продать, но у меня и нет заботы. Но ни я, ни вы продавать это не собираемся. Так они поговорили, Равминсон мне рассказал эту историю. И углубился он тогда в недельную главу. Я, как сейчас помню, стоял он на улице, открыл маленькую книжечку. И читал он недельную главу, там, где Иуда разговаривал с Тамарой. И вдруг он прям засиял, засиял. И говорит, смотрите, говорит, какая вещь интересная. И он тоже читается на мелодию. Он прям сиял. Он говорит, вот смотрите, и сказал Иуда, и ответил Атамар. Одна мелодия. Потом дальше написано, и сказал Иуда, и ответил Атамар. Другая мелодия, но она ему ответила на той же ноте, на которой он к ней обратился. И третий раз написано, и сказал Иуда, и ответил Атамар. на третьей ноте, но Тамара всегда ему отвечала на той же ноте как бы тональности, на которой он обращался к ней. И он говорит, смотрите, говорит, какая какая вообще глубочайшая вещь, что как ты к человеку, так человек отвечает тебе. И он радовался тому, как выглядели бриллианты в витрине. Он радовался тому, как написано в Торе, и сказал Иуда, и ответила Тамара. И он все время радовался. У него не было, он не вешал на себя много забот. И у него были заботы, у каждого человека есть какие-то заботы, но он, то, что ты можешь решить, ты решаешь. То, что ты не можешь решить, это не твои заботы. Это Всевышний так сделал мир, он знает, это его мир, мы все гости здесь пройдем, и все будет хорошо. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Значит, у нас есть всем ищем радугу. Кто не находит радугу, можно самому делать, распылять, сесть напротив солнца и так пшикать. Знаете, статьи пшикалки, можно распылять воздушную пыльцу, видеть радугу и вспоминать союз Бога. Бог обещал, что больше потопа не будет. Все, потопа не будет, и надеюсь, что Бог больше не уничтожит человечество. Все, удачи, успехов всем, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы мы находили радость в том, что у нас есть. Радовались, благодарили Всевышнего, и чтобы чтобы мы первое, знаете, как человек все время гонится за новой радостью, а то, что у него есть, он забывает, что это уже есть. Поэтому, чтобы мы еще раз, еще раз радовались тому, что есть, очень сильно радовались, и чтобы Всевышний нам давал все время для разнообразия новые поводы для радости. Всем благословенного дня, чтобы Всевышний благословил мир миром. Главное, чтобы закончилась эта война. Это страшная вещь, какие прекрасные люди умирают. Мне так жалко, и прям, ну, очень жалко, вот я только сегодня узнал, что еще одного человека убили на войне, прекрасного, доброго, воспитывал единственного сына, один, без жены, и погиб. Значит, чтобы все, кто погибли, поднялись туда, чтобы души были в раю, и чтобы быстрее закончилась эта бессмысленная война, которая, ну, вообще, просто пришла ниоткуда, вообще ниоткуда. Все, всем удачи, успехов!